Всем привет, мои дорогие! Начинаю новый влог, где я в машине у дочки. Всем привет! Едем в город, едем в магазины бытовой техники. Бабушки, где мой внутик? Скажи, привет, привет! Скажи, давай поехали! Скажи, давай поехали! Поехали, хорошо! Где мой маленький зайтик? Такой крутыш, такой весь модный, стильный ребенок. Это ты заказывала костюм с небом? Да, мы с тобой вместе заказывали, да. Очки, цвет. Да. По трое очковы получили. Да, вы молодцы. Вы крутые, вы модные совсем. Мы стараемся, стараемся. Пойдем. Пойдем, Рубрика. Давайте вспыхаем. Солнце жёсткое. Солнце тут жёсткое, быстренько проходит. Ещё пикает что-то. Немножко. Тут свет не будет. Да, это такой про улок, а? Тёпкий про улок. Ладно, пойдем, пойдем. 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 Мы приехали в бытовую технику, в поиск хом, приехали с дочкой. И вот смотрим, тут встраиваемую технику разную. Духовки, варочные панели, посудомойки. И вот, что я дочке говорю, на что обратить внимание, что в некоторых посудомойках, ну вот, например, если взять вот такую модель, да, я, например, посудомойку хочу, чтобы Бош или Сименс дочь брала. Потому что здесь два коромысла. Вот на верхней корзине есть два коромысла. Одно и второе. Поэтому все углы будут хорошо промываться. Но вот единственное, что в этой корзине здесь нужно будет переставлять вниз-вверх корзину вручную. Если только там, допустим, какая-то высокая тарелка. А есть такая функция ракматик. Сейчас другую покажу. Не очень удобно мне одной рукой показывать. Ну вот такая вот кнопка, это ракматик. То есть здесь можно поднять корзину выше просто руками. И нажав на кнопку, она распустится, как вам надо. Три яруса. Вот это уже удобнее. Ну и посудомойки, которые покруче, они имеют третий ярус, куда можно положить ложечки-вилочки. А те, которые подешевле, там просто корзина. Ну а что касается программ, ну вот автопрограмма, это круто, конечно. Он автоматически выбирается, режим. Вот, быстрое есть, это хорошо. Ну, собственно говоря, если есть высокая температура, 65-70, 65 градусов уже есть, это уже хорошо. Значит, все будет мыться. Вот в этой, например, машинке есть еще стерилизация. Таймер отсрочки. А вот в этой модели, например, есть ночной режим, то есть тихо будет работать. Кстати, тоже есть стерилизация и ускорение программы. Ну вот 65 градусов, быстрая, за час моется. В общем, такие программки. Это, в принципе, везде программы хорошие. Но цены, конечно, да, сейчас высокие. А вот в варочных панелях, ну, автоподжиг, газ-контроль. Вот они, они тут есть. И, конечно, хорошо, и это безопасность, и не нужно зажигалку под рукой держать. Ну и вот здесь вот пошаговая переворачиваешься, включаем мощность пошаговая, то есть фиксируется. Тоже это удобство такое хорошее. Чугун. Ну вот если белые, смотрите, духовки, они тут есть разные. Но белое стекло, конечно, лучше, но дороже будет стоить. Но выбор есть. В общем-то, здесь довольно-таки такой выбор хороший. Вот эта вот пока очень дорогая тоже. Ну, вытяжку, чтобы вот такую большую не брать, чтобы она просто вот не висела, как бы над плитой. Я думаю, что вытяжку можно взять вот такую вот встраиваемую. Просто открыл, и всё. И она работает. И также здесь есть вот эти вот решёточки, которые можно помыть. Свет есть, и всё. Вот закрыл, она выключается. Открыл, включается. Удобно. И она спрятана за фасадом, вся эта вытяжка. Мы с мамой смотрим технику, мебель. Деня тоже по-своему смотрит. Ты с мамой, ты с твоей мамой, да? Мы с мамой, с Дениной, с дочкой. С мамой? Да. Денечка сам по себе выбирает там тоже бытовую технику. С таким деловым вот видом, посмотрите. У него, он, это, пальчики под мышки ставит, когда он деловой. Да. Это у него такая поза деловая. Значит, этот, Чапай думает, да? Да. Вот. Переделали магазин. Я раньше работала в этом магазине. Сейчас сделали тут ремонт. Всё переставили. Всё красиво. Но тут, помимо бытовой техники, ещё и кухни есть. Так что, можно подобрать и кухню сразу себе, и технику бытовую. В общем-то, здесь всё очень красиво сделали. Денька деловой такой. Сумочку держит. Дайте мне килограмм черешни. Черешня по 200 рублей здесь у нас на Красноармейске. Девочки, решила сделать я эксперимент. Сделать йогурт. Ну, я смотрю, вроде бы получился. Так-то он густой, смотрите. Ну, на вкус я тоже думаю, будет йогурт. Потому что из йогурта йогурт получается. А из чего я сделала? Молоко взяла. Здесь 1400 миллилитров. Где написано? Где написано? Вот написано. 1400 грамм. Вот. И взяла я вот такой йогурт. Искала простоквашу. Простоквашу не было в магазине. Смотрю, написано йогурт без сахара. 0,5. Думаю, попробую. В общем, попробовала, девочки. Получилось. В общем, в итоге получилось у меня теперь 2 литра молока. Ну, почти 2 литра молока. Фу, не молока, а йогурта. Вот. Ну, а йогуртом этим можно, конечно, заливать все. И фрукты. И можно есть. И так его, и вместо сметаны, как угодно. Вообще, конечно, класс. Я уже сметану перестала покупать. Теперь йогурт только вот этот использую. Вместо сметаны, вместо всего. Сегодня я на завтрак буду есть овсяночку со свежим йогуртом. Это овсянка, которая йогуртом заправляется. Сейчас она настоится 10 минут и можно есть. Кстати, девочки, йогурт 2,5%. Вот этот вот йогурт можно покупать и заменять сметану. Меньше жирности, а по вкусу разницы особой нет. Просто она пожиже, чем сметана, но и все равно. Любой салат можно заправлять. А теперь я сделала много йогурта, теперь буду заправлять все. Девочки, ну вот я сделала йогурт. И хочу вам сказать, что я сейчас уже использовала последнюю сметану, которая у меня была, я уже не покупаю. Я сейчас йогурт добавляю во все блюда. И фрукты ем с йогуртом, и вместо сметаны салатик заправляю. Я, в общем, снижаю, как сказать, уровень, градус жирности. Вообще, хочу сказать, за последнюю неделю я сделала себе очень много поблажек в еде. И вот я сейчас встала на весы. Сейчас прошло только 6 дней. После последнего взвешивания прошло только 6 дней. Ну, и за 6 дней я сбросила 600 грамм. Это немного. Первую неделю, конечно, интенсивно у меня вес сбросился вообще резко. Даже как-то неожиданно. Но говорят, что это вода сходит. Хочу вам сказать, когда я худела в прошлый раз, у меня сбрасывалось 200 грамм где-то в сутки. Но тогда я, конечно, строго соблюдала диету. Никакой картошки, ничего там вообще, ничегошечки. И мне хватало духу на эту диету держать строго. Сейчас мне уже это сложнее делать. И поэтому я делаю какие-то поблажки себе. Там то картошечку поем, то отбивные там позволю себе. Но, тем не менее, я хочу сказать, снижение веса есть. Если даже будет 100 грамм в сутки уходить, то это в месяц 3 килограмма. Это очень хороший тоже показатель. Я думаю, что многие люди, так же, как и я, не могут держать строгую диету. И я думаю, что вот такой вот метод похудения тоже имеет место быть. Это такое, сказать, щадящее похудение. Но самое главное, чего я хотела добиться, вот первая цель моя была, чтобы у меня дискомфорт в желудке прошел, чтобы я ночами не просыпалась от этого дискомфорта. Вот это вот брожение, которое было, сейчас у меня нет. Благодаря раздельному питанию, где я отделила, в общем-то, углеводы и белки, я просто их не ем вместе. То есть, если я ем мясо, то я ем мясо с овощами. Не ем с хлебом и никаких гарниров. Ну, вот картошку только я позволила себе, но изредка картошку можно, конечно, увлекаться. Ею нельзя, потому что все-таки в ней есть крахмал. А крахмал это углеводы. Хотя вот молодая картошка, она в этом плане лучше, чем картошка старая. Поэтому вот молодую картошечку я поела, и очень нормально все равно. 100 грамм в сутки у меня ушло. Самое главное, от чего я отказалась вот эти последние 2 недели, ну, 13 дней еще пока, я отказалась от консервантов, от полуфабрикатов. Я перестала есть полуфабрикаты, вообще их не покупаю. То есть, все я готовлю сама. Я беру мясо, птицу, сама готовлю в щадящем режиме. Ну, в принципе, можно готовить разными способами, ну, кроме, допустим, жарки, да. Кроме жарки можно и в духовке запекать, и на пару делать, и варить, и тушить. В общем, можно так готовить. В общем, что я и делаю, да. Все, никаких там бутербродов, ни пельменей. Хотя хлеб отрубной. Я где-то 1-2 кусочка в день ем, но ем хлеб с маслом и с сыром. То есть, вот такое сочетание. Ну, масло есть надо, как бы для здоровья полезно. И сыр тоже. Колбаса у меня закончилась. Колбасу я уже не покупаю. Но вместо колбасы, вот я, например, сегодня решила приготовить буженину. Ну, тоже я буду есть ее, например, может быть, не с хлебом, а, скорее всего, с овощами. Ну, как вот такой вариант приготовления. Вообще, я хочу вам сказать, раздельное питание, оно же подходит не только для похудения. Раздельное питание, это, в принципе, для комфортного, в общем-то, состояния в желудке. А если люди хотят, может быть, даже набрать вес, кто-то очень худой хочет набрать вес, вот просто полезная еда такая, это раздельное питание, но в таком случае можно тогда уже не смотреть за процентом жирности, можно что-то пожирнее есть, как бы, ну, жареное, просто само по себе, это, как бы сказать, вредно для здоровья, жареное, да, но, в принципе, кто поправляется, можно и жареное есть. Вот, ну, я, в общем-то, от сковороды отказываюсь, я только могу сотейник свой использовать, в случае, если потушить, вот как я вчера кабачки большое количество тушила, да, но я не жарила, а тушила. То есть, можно этот, вот, сказать, сковороду, сотейник можно использовать. А вообще сковороду лучше убрать подальше и пока забыть о ней вообще. Так что вот так, девочки. Если отказаться от сладкого, мучного, что там еще, от большого количества углеводов, я, например, вот вместо углеводов, из углеводов, в принципе, я сейчас ем фрукты, черешня, клубника у нас, ем сколько хочу, не сочетаю с другими продуктами. Из углеводов также вот два кусочка отрубного хлеба с отрубями. И утром овсянка, пакетик овсянки, там 35-40 грамм вот этой овсянки, в общем-то. Но я уже ее ем не один год, поэтому я уже к этому привыкла, и нормально, оно мне не мешает худеть. Полезно или вредно, кто-то пишет каждый день овсянку, ну, смотря в каком количестве, наверное, да, я думаю, что вреда нет, потому что, я же говорю, я уже не первый год это употребляю назад, только овсянку, это уже привычка моя. И, в общем-то, вреда как-то я не заметила никакого. Ну, побольше зелени, побольше салатиков, и все будет хорошо. Вот. Ну, а сейчас вот мясо у меня уже готовится, сейчас я хочу сделать буженинку в духовке. И просто на пару мясо, оно все-таки немножечко суховатым становится. Если только свежим есть его, только приготовили, сразу есть, тогда на пару хорошее. Когда оно полежит уже в холодильнике, оно становится суховатым. И я его тогда стараюсь куда-то там добавить, может быть, в салат или в яичницу, ну, во что-то добавить. А сейчас я хочу приготовить сочную буженину. Буду ее готовить так, как моя мама делала. В общем-то, разных методов полно сейчас. Ну, буду делать самый простой рецепт. В общем, без всяких там лишних заморочек. Главное запечь мясо, чтобы оно было вкусным. И без всяких консервантов. Это уже не колбаса, в которую пихают неизвестно чего, да. Девочки, для своей буженины я взяла вот таких два кусочка свинины. Ну, я не покупала специально, она у меня просто была, я разморозила ее. Вообще, лучше брать шейку, ну, в принципе, любая мякоть подойдет. Если там чуть-чуть будет жира, то это даже неплохо, сочнее будет тогда буженинка. Я также беру красную паприку молотую, хмели-сунели. У меня адыгейская соль, тут уже с травками, она со специями. И 4 зубочка чеснока я порезала вот такими вот кусочками, чтобы нашпиговать. Сейчас я еще приготовлю смесь для того, чтобы обмазать все это. В смесь я хочу добавить, значит, немножечко соль. Я не знаю, я на глаз буду делать, чтобы на два куска хватило. Ну, примерно так солью, да, чайную ложечку. Еще чуть-чуть. Хмели-сунели, ну, тоже где-то с чайной ложечкой добавлю. Вот так примерно. Паприку. Тоже примерно чайную ложечку. И немножечко молотый перец. Чуть-чуть добавим молотый перец. По вкусу. Если есть у вас еще какие-то специи любимые, добавляйте, какие вам нравятся. Добавлю я сюда где-то столовую ложку, может быть, полторы растительного масла. И все это перемешаю. Вот такой смесью я буду обмазывать мясо. А сейчас я сделаю в мясе проколы. Вот такая вот смесь получается. И нашпигую чесноком. Ну, как проколы делать, вы знаете, да. Просто прокалываете. И туда чеснок. Все, девочки, я чесночком нашпиговала. Вот такие надрезы сделала. И туда запихала вот эти кусочки чеснока. Ну, я их попрятала. А теперь я просто смазываю это смесью. Если у кого-то есть горчичка, добавьте еще ложечку горчицы для пикантности. Вот так руками я это все намажу. И вот в эти дырочки еще немножечко туда позапихаю. И, в общем-то, дам вот этому всему постоять, помариноваться где-то с часик. Вот так вот. И вот так вот прям в дырочки можно немножечко еще пальчиком туда повтыкать. Чтоб оно все пропиталось. И второй кусочек так же. Ну, вот мои кусочки настоялись. Я час выдержала. Я думаю, этого будет достаточно. А теперь я их в два слоя фольги просто закручу. Один я уже закрутила. Вот так вот так. Все. И теперь отправлю в духовку на 180 градусов. Ну, на час, я думаю, хватит. Можно чуть-чуть больше. Все, девочки, отправила в духовку. Выпекать я буду, ну, начиная там с низких температур. И час-полтора примерно. А потом убавить на 160 градусов еще 15-20 минут выдержать в духовке. В общем, примерно так. Девочки, у нас с утра пораньше уже жара. Еще только утро, уже 32 градуса на улице. Пришлось включить сплит, закрыть окно. И, в общем, в закупоренном состоянии буду сегодня целый день находиться до самого вечера, уже до самого сна. Только потом на ночь я открываю окно. Вот такое вот у нас лето, вот, знаете, бывает. Раз. Хорошей погоды, такой вот комфортной температуры, бывает немного дней. Либо холодно, либо прям уже жара. Вот так вот. Девочки, я вчера купила черешню по 200 рублей килограмм. Сладкая не могу. В общем, пока моя буженина готовится, я тут прыгаю вокруг плиты уже. И чтобы не подавиться слюной, я решила пока поесть черешню. Потому что готовится долго, потом еще остыть оно должно. В общем, пока я сейчас буду есть черешню. Я уже открыла дверь, приоткрыла окно. Ну, устроила себе сквознячок, потому что очень хорошо, очень сильно пахнет у меня буженинка. Очень вкусно пахнет. Девочки, а еще вчера я купила кабачки и сделала вот такую икру, кабачки, помидоры, болгарский перец, лук. И вот такую вот сделала кабачковую икру. Ну, это будет у меня как раз к мясу. Мясо скоро буженина будет готово. Ну, вот буженинка моя уже готова. Я еще подержала ее 20 минут в духовке, не сразу достала. Ее нужно, конечно, дождаться, чтобы она охладилась. Потом в холодильнике еще подержать. Потом только кушать. Но я хочу ее покушать, попробовать, по крайней мере, сейчас. Один кусочек я сейчас открою. Ну, вот я раскрыла один кусочек. Тут сок есть еще. Так что я этот кусочек сейчас переложу. На дощечку. Сок мне этот не нужен. Я его вылью. Ну, вот буженинка у меня получилась отменная. Я уже попробовала один кусочек маленький. И мне нравится. Если есть горчица, то, конечно, когда вы маринадом обмазываете, лучше еще и горчичкой для пикантности будет вкуснее. Но оно и так вкусно, нежное мясо получилось. Очень оно мягкое. И сажусь я кушать это со своей кабачковой икрой. Вот такая красотища. Интересно, кто может сказать, что это не раздельное питание или это неправильное питание. По-моему, все раздельное и все правильное. Девочки, поела я буженинку. Такая вкусная. Я прям пол кусочка, вот один из двух кусочков половину съела. Очень сочная, очень вкусная. И это великолепная замена колбасе. А я вам уже говорила, что я очень люблю колбасу. Но то, что в колбасу впихают, мы не знаем. И как бы полуфабрикаты я уже пока не ем. Поэтому вот такую альтернативу я придумала. Поэтому сразу два кусочка приготовила. Чтобы вот такое мясо заменить вместо колбасы. Ну, может быть, с хлебушком поем. Там по желанию, если будет перекус какой-то. Ну, конечно, желательно есть без хлеба, а просто с овощами. Но я сейчас поела с кабачковой икрой. Просто, просто вообще, не знаю, я наелась. Я такая довольная. Мне сейчас хочется просто лечь. Задрать ноги на диване. И смотреть телик. Ну, я, наверное, так и сделаю. Поэтому я хочу свое видео на этом завершить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok